Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года И, как раз, застыл испуг, и куски свистящего металла, смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой, дочь его родную, расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец, и телом заслоня, девочку в коротком платье белом, осторожно вынес из огня. И, погладив ласковой ладонью, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили... ...нам завещанный одним, мы в груди храним... ...был воздвигнут, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Это трогательное и незабываемое стихотворение было написано поэтом Георгием Рублевым, под впечатлением реального подвига сержанта Николая Масалова, который был им совершен накануне Великой Победы. 6 апреля 1945 года, во время взятия Берлина, за час до начала артподготовки для взятия аэродрома Тимпельхофф, знаменщик 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии, сержант Николай Масалов принес знамя полка к Ландверканалу. Путь к центру Тергартена с юга преграждал глубокий, с ответственными бетонированными берегами канал. Мосты и подступы к нему густо заминированы и плотно прикрыты огнем пулеметов. До атаки гвардейцев осталось минут 50. Наступила тишина, как перед бурей, тревожная, напряженная. И вдруг в этой тишине, нарушаемой лишь треском пожаров, послышался детский плач. Словно откуда-то из-под земли, глухо и призывно, звучал голос ребенка. Плача, он повторял одно понятное всем слово. Мутер, мутер. Кажется, это на той стороне канала, сказал товарищ Масалов. Он подошел к командиру. Разрешите спасти ребенка? Я знаю, где он. Ползти к горбатому мосту было опасно. Площадь перед мостом простреливалась огнем пулеметов и автоматических пушек, не говоря о минах и фугасах, запрятанных под землей. Сержант Масалов полз вперед, прижимаясь к асфальту, временами прячась в неглубоких воронках от снарядов и мин. Вот он пересек набережную и укрылся за выступом бетонированной стенки канала. И тут снова услышал ребенка. Тот звал мать. Жалобно, настойчиво. Он будто торопил Масалова. Тогда гвардеец поднялся во весь рост, высокий, могучий, блеснули на груди боевые ордена. Такого не остановят ни пули, ни осколки. Масалов перекинулся через барьер канала. Прошло еще несколько минут. На миг смолкли вражеские пулеметы. Затаив дыхание, гвардейцы ждали голос ребенка, но было тихо. Ждали пять-десять минут. Неужели напрасно рисковал Масалов? Несколько гвардейцев, не сговариваясь, приготовились к броску. И в это время все услышали голос Масалова. Внимание! Я с ребенком! Прикройте меня огнем! Пулемет справа, на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку. Тут началась артподготовка. Тысячи снарядов и тысячи мин как бы прикрывали выход советского воина из зоны смерти с трехлетней немецкой девочкой на руках. Ее мать, вероятно, пыталась бежать из Тергартена, но эсэсовцы стали стрелять ей в спину. Спасая дочку, она укрылась под мостом и там скончалась. Передав девочку санитаркам, сержант Масалов снова встал у знамени полка, готовый к броску вперед. Этот военный эпизод послужил прототипом всемирно известного монумента Вучетича в Трептов парке в Берлине. Воин с опущенным мечом в одной руке и маленькой девочкой, которой он бережно поддерживает другой, стоит на постаменте. Сам постамент на зеленом холме и кажется, что воин возвышается не только над площадкой, а взмывает над парком и всей страной. А сам Масалов так и прожил всю свою жизнь в родном поселке Тяжин Кемеровской области, хотя ему в свое время предлагали переехать на жительство в Германию, поскольку он был почетным гражданином Берлина. Последние годы Николай Иванович не поднимался с постели. Давали о себе знать осколки немецких снарядов, оставшиеся в ногах и груди. Его единственная дочь Валентина почти еженедельно вызывала скорую, но врачи не всесильны. В декабре 2001 года на 79 году жизни он скончался и был похоронен на местном кладбище. А в центре Тяжина, еще при жизни солдата, был установлен такой же памятник, как в Трепто в парке, только гораздо меньших размеров. И цветы возле него всегда есть. Живые. Берлинская операция Красной Армии с 16 апреля по 8 мая 1945 года стала завершающей битвой Великой Отечественной войны. Падение столицы Третьего Рейха 2 мая 1945 года означало, что гитлеровская Германия потерпела полный крах. Вечером 8 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлсхорсте подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В Москве было уже 9 мая. В начале 1945 года вопрос о том, кто первым войдет в Берлин, был одним из основных в отношениях между англо-американскими союзниками и СССР. Еще в феврале войска Первого Белорусского фронта маршала Жукова вышли к реке Одер. До Берлина по прямой оставалось около 60 километров. В марте советскому руководству стала поступать информация, что среди союзников активно дискутируется возможность первыми захватить Берлин. Стремление западных союзников взять столицу Германии первыми было обусловлено политическими причинами. Желанием принизить решающую роль Красной Армии в разгроме нацизмов. Получить приоритет в вопросах послевоенного устройства Европы. С политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток. И в том случае, если Берлин окажется в пределах досягаемости, мы, несомненно, должны его взять. Телеграмма Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельту от 1 апреля 1945 года. Готовя операцию, все мы думали над тем, что еще предпринять, чтобы больше ошеломить и подавить противника. Так родилась идея ночной атаки с применением прожекторов. Решено было обрушить наш удар за 2 часа до рассвета. 140 зенитных прожекторов должны были внезапно осветить позиции противника и объекты атаки. Жуков, воспоминания и размышления. Для штурма Берлина ставка Верховного Главнокомандования сосредотачивала огромные силы. Первыми в наступление должны были перейти войска 1-го Белорусского фронта Жукова, стоявшие напротив Берлина и 1-го Украинского фронта Конева, юго-восточнее Берлина. Затем к атаке северная германская столица должны были присоединиться войска 2-го Белорусского фронта Рокоссовского. Нашим фронтам противостояли войска групп армии Висла и Центр. Берлин был буквально напичкан эсэсовскими частями, имевшими в своем составе убийц самых разных национальностей. На баррикады, создаваемые в огромном городе, 900 квадратных километров, собирались поставить отряды фольксштурма, в которые записывали и стариков, и подростков 13-16 лет. Гитлер, который последний раз вылез из своего подземного бункера Рейхсканцелярии 20 апреля 1945 года, фактически собирался унести с собой в могилу будущее немецкого народа. Расклад сил. Красная армия – 2,5 миллиона человек. Германские войска – около 1 миллиона. Расклад танков и САУ – 6200 Красная армия. Германские войска – полторы тысячи. Расклад самолетов – 7,5 тысяч у Красной армии. 3300 – германские войска. Советские войска имели многократные преимущества в артиллерии, причем для штурма берлинских кварталов собирались использовать и орудия большой мощности, способные разрушать даже самые серьезные укрепления. Перед наступлением было сделано все возможное, чтобы каждый командир точно знал свою задачу. Все детали операции прорабатывались в штабах на картах и макетах. Солдаты и офицеры были уверены в своих силах и были готовы добить врага в его логове. Утром 16 апреля передовые позиции врага были буквально сметены с лица земли советской артиллерии и авиации. Неудержимая атака советских ударных частей быстро прорвала первую полосу вражеской обороны. Но в дальнейшем войска 1-го Белорусского фронта Жукова встретили серьезное сопротивление на хорошо укрепленных Зиеловских высотах. На подступах к Берлину завязались тяжелые бои. Войскам 1-го Украинского фронта противостояли меньшие по численности вражеские части. Форсировав реку Нейсе, Колев ввел в бой свои танковые армии и быстро продвигался к юго-восточным предместьям Берлина. И Жуков, и Конев практически одновременно отдали своим войскам приказы как можно скорее ворваться в Берлин. К 22 апреля передовые советские части достигли германской столицы, а 25 апреля произошла встреча на реке Эльба. Войны рота лейтенанта Глобородька встретились с группой военнослужащих из 69-й пехотной дивизии США, которыми командовал лейтенант Катцебу. Теперь Германия была разрезана на две части, но организирующий нацистский режим отчаянно цеплялся за существование. Гитлер приказал повернуть 12-ю армию с Западного фронта на восток и высвободить Берлин из окружения. Войскам 1-го украинского фронта удалось достаточно быстро отразить контрудар врага. Южнее Берлина советская артиллерия и «Катюши» добивали остатки 9-й армии вермахта. Однако, чем ближе советские ударные группы пробивались к центру города, тем ожесточеннее становилось сопротивление. Боишь ли за каждую улицу, за каждый дом на улицах Берлина, фашистам удалось подбить много наших танков из фаустпатронов. Советские танкисты научились уничтожать вражеские огневые точки, двигаясь по обеим сторонам улиц, прикрывая друг друга елочкой, когда один танк двигался чуть впереди другого. Советские пехотинцы сами использовали трофейные фаустпатроны для создания проломов в стенах домов. Сталинградский опыт весьма помогал командующему 8-й гвардейской армии генералу Чуйкову при создании небольших штурмовых групп, куда входили наиболее отважные и умелые стрелки и пулеметчики. Вскоре в зоне видимости передовых советских частей, продвигавшихся к центру Берлина, показалось массивное серое здание, считавшееся символом Третьего Рейха. Рейхстаг. Бои за него развернули 150-е и 171-е стрелковые дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 30 апреля 1945 года советские бойцы пошли на решительный штурм. Им противостояли более тысячи эсэсовцев и солдат вермахта. Но порыв солдат и командиров рабоче-крестьянской Красной армии был неудержим. Еще накануне в 3-й ударной армии были изготовлены 9 красных знамен штурмовых флагов по числу дивизий в армии для водружения над Рейхстагом. Однако в передовых войсках трудно было найти бойца, который не мечтал бы водрузить красное полотнище в цитадели Германии. Десятки таких самодельных знамен вскоре появились на Рейхстаге, на колоннах здания, в его окнах, наконец, на крыше. Бои в горящем Рейхстаге продолжались долго. Тем не менее, около 22.00, 30 апреля 1945 года советские воины сержант Егоров и младший сержант Контария вместе с лейтенантом Берестом водрузили на крыше Рейхстага штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. Этот стяг и стал знаменем победы. Позднее знамя победы было перевезено в Москву и хранится ныне в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. Советские бойцы оставляли свои подписи мелом, краской, штыком на стенах поверженного Рейхстага. Там были имена представителей практически всех народов Советского Союза. В ночь на 2 мая немцы сообщили по радио о том, что просят прекращения огня в Берлине. Командующий обороной города генерал Вейдлинг утром 2 мая сдался в плен и подписал приказ о капитуляции, который был вскоре доведен до германских частей. Началась массовая сдача в плен немецких солдат. Бои в Берлине закончились. В 4 часа 1 мая генерал Чуйков доложил мне по телефону, что генерал Крепс, немецкий начальник генштаба, сообщил ему о самоубийстве Гитлера. По словам Крепса, это произошло 30 апреля в 15 часов 50 минут. Тут же, соединившись с Москвой, я позвонил Сталину. Он был на даче. К телефону подошел начальник управления охраны, генерал Власик, который сказал, товарищ Сталин только что лег спать. Прошу разбудить его. Дело срочное и до утра ждать не может. Я доложил о самоубийстве Гитлера. Сталин ответил. Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Жуков, воспоминания и размышления. Потери советских войск в Берлинской операции были велики. Погибли и пропали без вести 78 тысяч человек. Более 350 тысяч человек были ранены. Однако вся миллионная вражеская группировка прекратила свое существование. Примерно 150 тысяч вражеских солдат были убиты, остальные взяты в плен. Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль за взятие Берлина, которой наградили около 1 миллиона 100 тысяч человек. Поздним вечером 8 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте маршал Советского Союза Жуков принял вместе с представителями американского, английского и французского командования безоговорочную капитуляцию Германии. Жуков встает и говорит, германская делегация может покинуть зал. Немцы встают, Кейтель делает Жезлон такое же движение, которое сделал, когда вошел, поворачивается и выходит. Остальные выходят следом за ним. Двери закрываются. И вдруг все накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так, словно все надолго задержали воздух в груди и разом выпустили его. Общий, облегченный, расслабленный выдох. Капитуляция подписана. Война закончилась. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. Советский воин, отстоявший свою родину от гитлеровских захватчиков и освободивший народ других стран от фашистского порабощения, открыл путь международному правосудию, Нюрнбергскому процессу над главными немецкими военными преступниками. Это был суд всего человечества. Суд народов, который определил агрессивную войну как тягчайшее преступление против человечества. Во имя подлинной любви к человечеству, во имя памяти миллионов невинных людей, загубленных банды преступников, во имя счастья и мирного труда будущих поколений, суд народов вынес приговор. 20 ноября 1945 года советские обвинители совместно со своими американскими, английскими и французскими коллегами вошли в зал Дворца юстиции в Нюрнберге, где в течение почти 11 месяцев Международный военный трибунал вершил суд над гитлеризмом. На возвышении под флагами четырех союзных держав судей и их заместители. Перед ними секретари-стенографистки. Напротив, в два ряда адвокаты в черных и лиловых мантиях. Неподвижно стоят, заложив руки за спину, американские военные полицейские в белых касках. А за барьером на двух длинных скамьях они. Те, кто совершил чудовищные злодеяния, развязав Вторую мировую войну, пролил море крови. Это он, Иохим Риббентроп, в свое время скрепил собственной подписью советско-германский договор о ненападении и чуть ли не первым оказался в числе соучастников преступного попрания этого договора. Это ему, человеку номер два, Герману Герингу принадлежат слова. Я намереваюсь грабить и именно эффективно. Вы должны быть как легавые собаки. Это они, Вильгельм Кейтель и Альфред Йодель, планируют военные преступления и стратегические операции. Это с его именем, именем Эриха Редера, связана директива об уничтожении Ленинграда, который фашисты намеревались стереть с лица земли. Это он, Альфред Розенберг, помогал Гитлеру составить план уничтожения и порабощения советского народа. Это они, Яльмар Шахт и Вальтер Фунг, внесли немалую лепту в разработку еврейского вопроса. Это от него, Эрнста Кальтенбруннера, великого инквизитора, исходили приказы обо всех казнях. 21 преступник предстал перед международным военным трибуналом. Будьте прокляты, убийцы! В это утро раннее к нам посмевшие вломиться нелюди незваные. Солнце вы закрыли тьмою, небо с облаками, распростершись над землею черными крылами. Пусть на вас падет лавиною матери проклятия. Пусть за кровь детей невинную кровью вы заплатите. За украденное солнце отомстим вампирам. Будьте прокляты навеки. Прокляты всем миром! Война закончилась, и пушки замолчали. И годы сгладили великую победу. И мы живем, и мы опять весну встречаем. Встречаем день победы. И от Камчатки до прославленного Бреста, от Севастополя до мурманских широт. Печаль и радость по стране шагает вместе. И снова память нам покоя не дает. Война закончилась, но песни опаленные. Над каждым домом до сих пор она кружит. В войну отцов и дедов наших миллионы. Пошли в бессмертие, чтоб нам старались жить. Они исполнили солдатский долг суровый. И до конца остались родине верной. И мы в историю заглядываем сном, чтоб день сегодняшний измерить днем войны. И вновь зовут колокола святые. И вновь страна в единый строй встает. Бессмертный Бог, бессмертная Россия. Уверена в грядущее. День победы, день победы, день победы.